Благодарение Господу нашему за сегодняшний день. Я хотел бы проповедовать на тему, которую я назвал так. Когда невозможно быть мудрым. Иногда нужно провести разницу между мудростью и знанием, чтобы оценить в пользу мудрости. Когда человек имеет знания, это бывает человек начитанный, эрудированный. Он может много что рассказать из разных сфер человеческой жизни. Он знает даты, он знает события, он знает историю, он знаком с разными науками. Но мудрость – это способность этими знаниями правильно воспользоваться. Знания – это как множество инструментов и материалов в какой-то мастерской, на каком-то складе. И человек приходит туда и не знает, что и когда взять. Так человек начитанный не может применить это все в своей жизни. Он знает, что произошло в июне 1735 года до нашей эры, но не знает, как это применить в мае 2014 года. Мудрость из этого багажа берет в нужный момент нужное и разрешает разные вопросы. И Библия показывает нам высокую планку в этом вопросе. И есть моменты, когда верующий человек, встречая в своей жизни перекрестки, вопросы, он чувствует, что у него недостает вот как раз этой способности из того, что уже сейчас он знает воспользоваться этим и принять правильное решение, двинуться верным путем. Обычно верующие люди, вообще всякий человек идет по такому пути, на котором он ориентируется то, что уже у него есть на слуху. Если взять вопрос мудрости и спросить верующих людей, что говорит Священное Писание о том, как она достигается, то, наверное, в большинстве случаев мы услышим сначала слова апостола Якова, который говорит, у кого недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков. И второе, скорее всего, наверное, что мы услышим, это стихи из книги-притчи, где сказано «У советующихся мудрость». Вот эти два момента, они чаще всего находятся на слуху, они для нас привычны, и мы видим в них таких два основных пути для достижения нужной нам мудрости – просить у Бога и советоваться с людьми опытными и знающими. Но как мы уже неоднократно говорили, что истина Божья многогранна, и очень часто на нашем слуху находится только часть этой истины. Если сейчас мы пойдем на улицу и проведем опрос, и скажем людям, что вы знаете о десяти заповедях, большая часть, кроме «не убей», не скажет ничего. Чуть меньше людей скажут «не убей» и «не кради». Еще меньше добавят к заповедь «не прелюбодействуй». И на этом в основном запас десяти заповедей исчерпается. Это одна из причин, почему сегодня многие люди считают себя негрешными людьми, они считают себя хорошими людьми, потому что в памяти из десяти заповедей у них только одна – «не убивай». И когда человек никого в жизни не убил, он уже считает себя исполнившим все десять заповедей, потому что все десять заповедей у него каким-то образом слились в одну – «не убей». И приходит в жизнь этого человека беда, и он говорит Богу, Господи, меня, такого хорошего человека, Ты подверг таким бедствиям, таким обстоятельствам, как такое могло быть? Даже если мы будем спрашивать верующих людей о десяти заповедях, мы тоже услышим чаще всего неполный список. И одна из заповедей, которая забыта большинством христиан – это заповедь «не пожелай». Почему? Она такая незначительная, кажется, она такая незаметная. Они многие не помнят, что оказывается запрещено желать того, что есть у ближнего. Ни его имущество, ни того, чем человек этот обладает, то, что граничит чувство с завистью, может быть, потом движет человека на воровство, может быть, на то, чтобы как-то очернить, опошлить то доброе, что есть у этого человека. Это внутреннее ощущение «не пожелай чужого», многим неизвестно, что так же проговаривается десятью заповедями. И когда мы помним лишь часть, когда мы ориентируемся только на часть того, что есть истина, мы говорили о том, что нас обязательно ждет разочарование, как максимум и как минимум неэффективная христианская жизнь. И люди в такое время часто говорят, библейские принципы не работают. Если мы говорим снова о мудрости, я просил у Бога, я советовался с опытными людьми, я мудрым не стал. В то время как Библия говорит «просите, и да, она будет вам», и Библия говорит «у советующихся мудрость». Это не работает. И человек такой пополняет ряды разочаровавшихся в истине людей, потому что истину эту он полностью не познал. И вот сегодня я хотел бы, чтобы мы немножко глубже проникли в этот вопрос. Есть моменты, которые не на слуху и не на поверхности. Есть причины, которые делают бездейственным наше прошение и бездейственным наш совет с ближними. Есть причины, которые, находясь внутри нас, в нашем сердце, в ничто превращают наши молитвы и все советы, которые мы имеем. От ближних хорошие, правильные, мудрые советы, глубокие советы не могут нам помочь из-за того, что внутри присутствуют эти причины. Я думаю, что их, наверное, гораздо больше, но сегодня я обратил внимание, хочу обратить внимание только на четыре ситуации в нашей жизни, когда при всех наших прошениях, когда при всех наших советах мы, в принципе, не можем стать мудрыми людьми. Мы, в принципе, не можем принять правильные решения. Это просто-напросто священное писание показывается как невозможно. Первое. Первая ситуация. Мы – жертва тщеславия. Из Икииля, 28 глава, 17 стих. Бог говорит одному царю, «От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою». Речь обращается к человеку, который уже имел мудрость, который уже имел опыт мудрых поступков, но в жизнь свою допустил то, что эту мудрость убивает. И это есть тщеславие. Можно привести синонимы в виде гордости, самоуверенности, надмения. То есть, когда я очень высоко думаю о себе, когда я в своих глазах очень гениальный, уникальный человек, все остальные второй, третий, десятый сорт, когда это чувство проникает внутрь нас, если там была мудрость, она уничтожится, если ее не было, она туда никогда не войдет. Это очень ярко показано на примере одного царя, его звали Равам, и история эта описана в третьей книге царств, 12 главе, с 1 по 14 стих, этот эпизод из его жизни. Трагизм этой ситуации в том, что Равам был сыном самого мудрого человека, человека по имени Соломон. И Соломон в свое царствование построил мощное, очень мощное государство, у него практически не было войн, очень эффективная экономика, но в этом царстве было одно, но люди очень тяжело работали, и на них лежала очень тяжелая налоговая нагрузка. И когда его сын воцарился, должен был воцариться Равам, после смерти своего отца Соломона, люди пришли к Раваму и говорят, Равам, пожалуйста, облегчи нам иго, облегчи нам нагрузку, которую отец положил на нас. Равам помнит слова Соломона, отца своего, что у советующихся мудрость, и он просит три дня у народа, и говорит, через три дня мы с вами поговорим, мне нужно подумать. И он начинает спрашивать совет. Он спрашивает совет у одних, это были старцы, которые жили в одно время с Соломоном, они говорят, ему нужно поговорить с народом ласково, по-доброму нужно обращаться с народом, и тогда у вас будут на все года хорошие взаимоотношения. Потом он еще пошел просить совета, совета своих сверстников, они говорят, знаешь, что надо сказать? Надо сказать, вообще-то, мой мизинец толще бедр моего отца, и если мой отец наказывал вас плетьми, я буду наказывать вас скорпионами. Смотрите, Равам имел в наличии хороший совет в лице старцев. Совет был, полноценный совет. Почему же он выбрал совет неправильный? Потому что, как мы слышали в предыдущей проповеди, нам свойственно тянуться к тому, что нам родственно. И в совете молодых людей содержался элемент тщеславия, властолюбия. Когда ты можешь не просто с кем-то пытаться договориться, уважая мнение этого человека, учитывая его интересы, нет, ты можешь просто-напросто проигнорировать огромное количество людей и сказать, мало вам было, еще больше получите. Этот совет содержал в себе тщеславие, и тщеславие, которое находилось в Равааме, откликнулось на тщеславие, которое было в совете. И поэтому, когда мы с вами внутри себя не разрешили вопрос своей гордыни, когда мы идем на поводу гордыни, когда мы любим наше «я», когда мы не приучены отставлять в сторону свой интерес, уступать, снисходить, мы в принципе, даже слыша правильный совет, не сможем его принять, потому что наша внутренность отторгает. Это чуждо. Мудрость содержит всегда в себе элемент смирения. Оно нам чуждо, и мы не примем этот совет. Итак, первая ситуация – тщеславие. Это ситуация, при которой мудрость невозможна. Второе – бунт против Бога. Книга притчи 21 глава 30 стих написана «Нет совета, нет мудрости и нет разума вопреки Господу». Бог в своей власти, своему творению указал на все, что в жизни есть, как на зло и на добро. Бог разделил и провел эту линию. И Библия говорит, что когда человек начинает практиковать зло, или более того, начинает зло называть добром и говорит, что это хорошо, это называется враждой против Бога, бунтом против Бога. То есть мы спорим с Богом. Бог говорит прелюбодействовать, изменять жене или мужу. Это зло, это плохо, это тьма, а не свет. Человек говорит, нет, это здорово, это оздоровляет наши отношения. Мне посоветовали психологи, да в конце концов мне это нравится. И это называется бунтом против Бога. И когда в жизнь нашу приходит грех, когда мы начинаем практиковать то, что называется в Библии злом и беззаконием, и в это время мы начинаем принимать какие-то решения, исходя из этого, Библия говорит, вопреки Богу, мудрого ничего не бывает. Если мы приняли решение, которое нам кажется, вот сейчас все встанет на свои места, несмотря на то, что оно противоречит Священному Писанию, то в краткосрочной перспективе мы можем получить какой-то желанный результат, но в долгосрочной перспективе мы обязательно придем к беде. Потому что Библия говорит, все советы, вся мудрость, все разумное вопреки Господу, это не мудрое и неразумное. Еще есть подтверждающий ту мысль стих, притча 9-10, написано, страх Господень, начало мудрости. Страх Господень, это как раз, когда я чту, я трепещу пред Божьим мнением о всех вопросах, и если Бог назвал это злом, я в трепете перед Богом соглашаюсь с ним, если Бог говорит это добро, я в трепете перед авторитетом Божьим тоже соглашаюсь с этим, и Библия говорит, мудрость начинается с этого. И заканчивается тоже мудрость с момента, когда я начинаю переворачивать понятия, когда я беру какую-то страницу Священного Писания, какой-то стих, какое-то Божье мнение и говорю это неправильно. В это время начинается начало моего конца. Некто сказал о том, что есть такой закон, называется закон верхней пуговицы. Разные люди по-разному застегивают рубашку. Вообще, ее положено застегивать сверху, я проверил, я так именно и делаю. Но некоторые люди говорят, что обнаружили, что застегивают снизу. Но закон называется закон верхней пуговицы. То есть, если в силу каких-то обстоятельств там в темноте или еще что-то, устали мы сильно, если мы застегнули верхнюю пуговицу неправильно, следующие все начинают автоматически застегиваться неверно. И вот когда мы с вами вступаем в прение с Богом, когда мы по какому-то вопросу вступаем с Ним в конфронтацию, вот это начинается неверно застегнутая первая пуговица. В этом смысле очень показательная ситуация, произошедшая с человеком по имени Оза. Вы помните, когда царь, великий царь Давид привез ковчег, это был священный деревянный ящик, позолоченный, в котором лежали священные предметы, его должны были перенести в предназначенное для него место. Закон говорит о том, что этот ящик должны были нести левиты, но так люди захотели Бога почтить, иногда мы хотим почтить Бога больше, чем Он этого требует, что решили везти это на колеснице, на новой колеснице. Никто не ездил на этой колеснице, они попытались такую честь Богу оказать. Вопреки тому, что Он сказал, только на руках носить этот ковчег. И вот создается такая ситуация, когда волы везут этот ковчег, колесница накренилась, и ковчег должен упасть. Как поступить правильно? Если один человек выступил, как он считал правильно, он поддержал этот ковчег или колесницу, и был поражен смертью за дерзновение, в Библии говорит, и Бог поразил его смертью. В то же время мы все ставим себя на место этого человека, и понимаем, как мы можем смотреть на то, что падает священный предмет, и из него выпадывают эти две скрижали, и сосуд с манной, и жезла аронов расцветшей. Как можно на это смотреть? Самый святой предмет в Израиле падает в уличную пыль. Поддержал, оказался поражен. Это ситуация, которая называется тупиковой. И причина в том, что перед этим заведомо было принято неверное решение, после которого все остальные решения уже заведомо ущербны. Где-то там была застегнута неправильно первая пуговица, и потом мы попадаем в ситуацию, что налево пойдешь, коня потеряешь, направо еще что-то потеряешь. Уже нет вариантов безупречных. Вот это как раз и тот есть случай, что когда мы позволяем греху входить в нашу жизнь, грех создает в нашей жизни тупиковые ситуации, в которых всякий вариант ущербный. Смотрите, что написано в книге притчи 14 глава 6 стих. Распутный ищет мудрости. Распутный человек, это человек, который живет вопреки Слову Божьему, в жизни которого разврат и грех, и этот человек может искать мудрости. Не все распутные ищут мудрости, но некоторые распутные все-таки ищут мудрости. И что происходит в жизни этого распутного, кто помнит? Распутный ищет мудрости Гена И и не находит. Притчи 14.6. Человек в активном поиске мудрости. И Библия говорит, почему-то он молодец, он ищет мудрости, но не находит, потому что распутный. Потому что в жизни его грех. И активность в поиске правильных вещей неэффективна у него. Еще 2 Тимофея 3 главе 7 стихом написано о людях. Они всегда учатся и никогда не могут дойти до познания истины. Снова мы видим активных людей. Они ищут правильного познания. Они ищут познания истины. И не могут никак понять. Предыдущий стих объясняет. Это люди, утопающие и водимые различными похотями. Если в жизни есть грех, я могу изо всех сил стремиться к мудрости, но мы говорим о ситуации, при которой она в принципе невозможна. Третья ситуация, при которой мы не можем быть мудрыми, это наличие внутреннего крена. Сейчас я объясню, что это такое. 58 глава книга пророка Исаии, 2 стих. Бог говорит к Израилю, о Израиле. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои. Мы снова видим активность богоискания. Но после запятой, после слов пути мои, после запятой стоит очень подозрительное слово. «Как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего, а не вопрошает меня о судах правды, желает приближения к Богу». Если бы не это, как бы была бы замечательная характеристика Израиля. Но это как бы говорит о том, что вот это все искание, это попытка знать Божьи пути, эти вопрошения Бога, это все чего-то имитация. И когда мы читаем другие случаи в Священном Писании, мы обнаруживаем, что очень часто люди изображают поиск мудрости, поиск Божьего совета, поиск Божьей консультации, на самом деле не желая знать ее. Это все лишь видимость. И история в числах 22 главе рассказывает нам об одном пророке, очень известной для христиан. История – это Валаам, когда он приглашен проклясть израильский народ. И ему за это обещана большая награда. И люди окружающие в то время знали, что когда Валаам произносит что-то доброе о ком-то, в жизни этих людей происходит доброе. Когда он произносит злое, в жизни этих людей происходит злое. И царь Валаак боялся израильского народа, боялся их как противников и попросил пророка, прорицателя Валаама пойти проклясть этого Израиля. Он вопрошает Господа, Бог говорит, не ходи, этот народ благословен, бесполезно будет что-то говорить. Он отправил послов Валаака домой, на следующий раз посылает еще важнее чиновников, и говорят, пожалуйста, прокляни Израиль. И в это время Валаам говорит очень правильные слова. Если бы Валаак давал мне целый дом, наполненный серебром, и тогда могу ли я что-то сказать вопреки Господу? Правильно, все замечательно. Ну, дальше опять «но». Говорит, впрочем, останьтесь на эту ночь, я еще вопрошу Господа. И когда мы изучаем всю эту историю в целом, мы видим, что сердце Валаама на самом деле уже наклонилось к этой награде. И когда у него не получилось проклясть Израиль, он потом научил этого царя Валаака сделать так, чтобы этому Израилю стало плохо. Когда в нашем сердце уже созрело какое-то решение, и мы изображаем из себя поиск совета, мы, может, обходим людей, мы просим Господа, говорим, Господи, помоги, научи, как правильно поступить. Но большинство людей, большинство, к сожалению, людей в это время на самом деле не ищут того, чтобы им сказали, как правильно поступить, а ищут того, чтобы им подтвердили ту мысль и то решение, которое они уже сейчас готовы принять. Это очень ярко еще показано в книге пророка Риме в 42-43 главе, когда израильтяне приходят, остатки из народа Божьего говорят, идти нам в Египет или нет, Римея, вопроси Господа. И Римея вопросил Господа, говорит, нет, Бог говорит, не ходите в Египет, не бойтесь, живите здесь, я вас защищу, если пойдете в Египет, там вас ждет беда. И тогда вдруг эти люди, которые только что говорили 10 дней назад, что мы все, что скажет Господь, говорил Бог через тебя. Ты все это придумал своим умом. И становится странно, чем эти люди занимаются. Зачем они вообще создают всю эту картину, всю эту суматоху, изображающую себя Богоискание, когда внутри уже они решили идти туда. И вы знаете, что я скажу, когда мы с вами имеем внутренний крен, внутренний наклон уже в какую-то сторону, мы можем даже найти неправильный совет в этой совершенной книге. внутренний крен позволяет нам найти неправильный совет в самой совершенной книге. Не говоря уже о том, чтобы истрактовать несовершенные советы несовершенных людей в свою пользу. Тут уже нет совершенно никаких проблем. И когда человек через 5 лет попадает в беду, он говорит, мне вот так посоветовали вот эти люди. Четвертая ситуация, при которой невозможна в нашей жизни мудрость, первая тщеславие, вторая бунт против Бога в виде греха, третья внутренний крен и четвертая отказ от принятия малоприятной части жизни. Длинная формулировка. Отказ от принятия малоприятной части жизни. В детстве мне попалась одна книжка, она была достаточно потрепанная, по-моему, полу даже запретная в советские времена. Я поэтому смутно что-то помню. Оттуда можно было бы сейчас, конечно, это все пытаться найти и восстановить. Ну, называлась эта книга, насколько я помню, «Мудрость баловара». И там рассказывается о том, как один царь решил своего сына оградить от всех неприятностей жизни. Он никогда не выходил за пределы дворца, дворцового сада, и он не знал о том, что есть больные, увечные, есть нищета и так далее. Отец пытался изо всех сил его оградить. И каким-то образом потом этот человек оказался на улице и с ужасом обнаружил о существовании другой такой неприятной и страшной части жизни. В силу своего возраста, я не помню о выводах этой книги, но суть, которую я хочу взять, в том, что мы иногда хотим быть мудрыми, избегая вот того, что неизбежно в жизни, избегаем этого, потому что это неприятно. Между тем, Экклесиаста, первая глава, восьмой стих, говорит, «Во многой мудрости много печали». Если я хочу, чтобы жизнь моя протекала комфортно и приятно, и вот ничего не обращала, никакого облачка на небе в моей жизни не было, я не могу быть обладателем мудрости, потому что многое мудрость содержит много печали, многое мудрость содержит в своем опыте много негативного опыта. И если я избегаю в своей жизни негативный, неприятный опыт, я не говорю теперь об опыте греха, об опыте скорбей, об опыте с трудностей, может быть даже связаны с нашим христианством, то мы в принципе не можем быть мудрыми людьми. Как-то мне приходилось говорить с одним человеком, мы так говорили, у жизни этого человека есть реальные такие трудности, которых у многих из нас нет. Я сказал, знаешь, я вот в жизни мне помогало читать истории людей, которые были в лагерях за Господа, в тюрьмах, даже это были, может быть, и не только христиане, которые вот люди просто принципиальные, что они переживали, что было в этом гулаге и так далее. И тот человек отвечает, говорит, мне от этих книг становится грустно. Я понял в этот момент, вы знаете, что вот как раз здесь вот и заключается момент, где мы теряем многое. Кто помнит в Новом Завете возрастную категорию людей, которые хоронили, занимались похоронами? юноши. Анания умерли, Сапфира, помните, эти два человека, юноши, приготовили их к погребению и похоронили. Почему? Вы представляете, сегодня молодых людей поставить на это дело. Сегодня посещают похороны в большинстве своем пожилые, которые знают, что и им скоро уже туда. я думаю, что очень полезно молодым людям, примите это уже как личную рекомендацию, очень полезно посещать похороны. И именно молодым, молодым людям полезнее посещать похороны, чем пожилым людям, потому что пожилые в силу возраста помнят о том, что жизнь когда-то закончится. И я помню вот это ощущение, когда вот сейчас у меня уже возраст пошел на спад, то есть если 70 лет считать, что мы живем, значит я уже до верхушки дошел, в среднем теперь уже на спуск. Я и думаю, что-то как-то это какое-то ощущение старости, а это уже все на спуск. Как грядку у меня тетя копала, говорит, когда за пол грядки зашло, мне уже как бы вдохновение такое. Она там палочками вымеряла, что значит уже все меньше и меньше становится часть работы. Так у меня сейчас с моей жизненной грядкой, вдохновение как бы постольку-поскольку, но тем не менее. Смотрите, в это время, когда я был еще вот поднимался в эту жизненную горку, когда все казалось впереди, все меня ждет впереди, много-много чего, я приходил на похороны в свои 15, 16, 17 лет, я чувствовал, как будто кто-то меня останавливает и заставляет думать. Вот я куда-то бегу, 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 меня берут за плечи, останавливают и говорят, посмотри вокруг, посмотри, посмотри, где ты находишься, куда ты идешь, что позади тебя, что слева, что справа, похорон это время остановки, это время отрезвления, когда я думаю, и особенно если мы можем оказаться на похоронах человека, которому еще рано было умирать, мы понимаем, что сейчас мечта всей моей жизни это быстрый автомобиль со многими лошадями под капотом, и вот теперь я вижу, что я там могу тоже в любое время оказаться здесь, что дальше? находиться на похоронах это не есть приятная часть жизни, согласитесь, братья и сестры, но отказ от малоприятной части жизни делает нас людьми, которые в принципе не могут стать мудрыми, посетить больного, где может быть там совсем в комнате не та обстановка, которую вы хотели бы обонять, это не кафе, это не парфюмерный отдел, здесь реалии жизни, встретиться лицом к лицу к разрешению отношений с каким-то человеком, который на вас вознегодовал, обиделся, не хочет разговаривать, повернулся спиной и пытаться найти с ним возможность восстановить отношения, зная при этом, что он весь гной выльет на вас при этом, это малоприятная часть жизни, но если мы будем обходить стороной все эти вопросы, все эти прямые разговоры, похороны, посещение больных, все вот это, что составляет неотъемлемую часть мудрости, мы себя делаем людьми, которые в принципе не могут быть мудрыми. Так говорит нам об этом Священное Писание. Итак, четыре ситуации. Тщеславие, бунт против Господа, внутренний крем, то есть интерес заранее, перед тем, как я прошу совета, я уже решил внутри, не ходите в это время просить совета, лучше поступайте по вашему неразумному решению, чтобы потом никого не обвинять. И отказ от принятия малоприятной части жизни, когда ее нужно принять. Это не значит, что нужно с головой броситься в какие-то горечи, нет, но есть вещи, которые нам нужно быть, и не надо это обходить, иначе мы не сможем быть мудрыми. И в заключении я хочу сказать, эти четыре причины, они не лежат на поверхности. И сегодня мы можем так посмотреть вглубь и сказать так, что из этого всего является моей проблемой. Но закончить я хочу на другом. Я хочу снова нас оттуда из глубины достать и сказать, братья и сестры, если мы не читаем вот эту книгу, нам нечего даже вглубь и забираться. Многие водители, когда новички звонят, им говорят, друг мой, у меня машина заглохла и не едет. Капот открывал, все смотрел, провода дергал, все-все делал. И опытные водители говорят, бензин есть? И новичок говорит, правда, что бензина нет? Иногда мы слушаем слово, проповеди, чьи-то советы, думаем, да где же, где же вот эта причина того, что я не могу снова и снова в жизни принимать верные решения, но я как бы немножко возвращаю в конце концов. Вот здесь она содержится, и мы приходим к этой книге, а вот эти глубинные моменты мы разрешаем, избавляясь от тщеславия, сохраняя нейтралитет в опрошении Господа, изгоняя из своей жизни грех и не боясь страдать и переносить скорби, которые Бог нам определил в жизни. Тогда сердце наше будет заполнять мудростью, мы заходим на склад и мы знаем, как решение Кутузова в 1812 году применить сегодня в мае в моей семье так, чтобы это работало и чтобы был хороший результат. Вот это соединение, связь происходит только тогда. Да умудрит нас Господь. Помолимся Ему.